всем доброе-предоброе утро я уже подкрасилась как вы могли бы заметить позавтракала и вышли на набережную чарли где-то там бегает вот у нас такая пасмурная погода сегодня обещали даже сколько там дождь но конечно он не будет но ветра нет вы видите вообще ветра нет там вот море тоже шторма нету какие планы у меня на сегодня на сегодня у меня грандиозные планы первых сейчас сейчас поеду в лерой мерлин поэтому я и приехала сюда потому что все равно нужно машину брать думаю из чарли заодно прогуляюсь потому что вечером сегодня мне не удастся с ним погулять потому что мы кое-куда едем оставайтесь на связи и вы узнаете куда будет должно быть очень интересно мне самой прямо это хочется посмотреть кстати собственной персоной прибежал ну а пока в лерой мерлин при поеду или как там его называть леруа мерлин в общем у нас говорят леруа мерлин купить надо что мне а мне нужно полочку купить полочку для икон я еще привезла иконы и поэтому они у меня уже там на столике не умещаются хочу их те всех как бы в одно место поставить и для этого мне нужна полочка вот что еще а совочек такой чтобы в земле ковыряться чтобы посадить мои мои огороды я сегодня мужу похвалилась говорю смотри сколько вчера кстати пришел гордой как красивая все огоньки зажгла свечи он приехал что-то в 11 по моему говорит что-то там не наснимал даже такой снимальщик что мама не горю я еще не смотрел его телефон но если что-то будет путевая я вам обязательно ставлю он говорит а очередь была огроменная за этими лотереями вот и народу было говорит офигеть сколько что еще вот посадить мне все мои всю мою рассаду надо сегодня посадить и и и все она вечер у нас другие планы но об этом узнаете чуть позже пока вот гуляю бегает бегать зайчик мой зайчик мой погода прям замечательно конечно по прохладнее знаете то 17 градусов прошло дня два назад было сегодня 15 на улице но из-за того что нет ветра нормально тепло и все кстати если думаете что это куртка теплая она нифига не теплая это больше даже как кофта а я в платье да да такое платье лапша а мне еще в центр надо сходить сегодня кое-что забрать блин не забыть бы это обязательно нужно сделать да вспомнила общем так все утро занято я уже все управилась походила купила на работу лак потом этот порошок обесцвечивающий там заканчивается вот и ну так по магазинам пошлялась конечно же вот такие очереди везде вообще все что-то покупают к новым году наверное все пыжатся стараются кое-что присмотрела вот ну у меня когда присмотрю могу две-три недели думать об этом и сейчас иду домой и я не знаю муж говорил что поедет к сестре лотерею отвозить он земно свете ее привез кстати подруги мои тоже надо завести не знаю не вот говорит может у них там останется на обед а потом а после обеда мы уезжаем а куда увидите через несколько секунд минут в общем в этом влоге а вот к моей дед морозике кстати вот один а вон маленький 2 на том балконе все светится все горит а этот вот лезет лезет подарки мне не везет это вот еще вот эту носу соседей вот тоже один дед мороз и все по моему больше здесь на этой улице нет дед морозов только у меня кстати как-то странно там наверху тоже дети живут и не сделали для детей праздник так вот они полку надо забрать уже не лежит вовсе купила елку маленькую беленькую пушистую который все падает типа снег падают 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 листья надо просто вы поправить не все сыпется вообще но классная мне кажется вообще надо по не небольшие игрушки на нее навешать и мне кажется шикардос валерой мерлин купила 10 евро стоит я что-то подумала я знаете что хотела я хотела туйку туйка она называется такая елка то типа в горшке вот но потом подумал думаю она на один раз потом ее куда-то надо девать точнее я бы ее танки отдала и вот увидела эту елочку она такая маленькая аккуратненькая мне кажется очень даже здорово вписывается вот в мой натюрморт скажем так смотрите детский сад у меня тут видите это все чарлина он туда приходит и берет игрушки лежит отдыхает король вот и мне кажется так красивее этикетку надо правда отодрать и каких-нибудь игрушек навешать или не надо как вы считаете пишите в комментариях надо сюда игрушки какие-нибудь повесить или так красиво в общем буду ждать завтра ваших комментариев подружка меня там чхает а кстати лотереи вот они вот этот номер надеюсь выигрышный вот это танин это сестры а это там вот одна ее подруги потому что сестра мужа живет рядом со мной ну рядом со мной с моей работой и я завтра я отвезу а это танин так что вот так вот мне кажется красиво и вот прям именно то что я хотела а игрушки вешать или нет вы мне уже сами скажите как там вешать не вешать вот я сейчас пропылесосю быстренько и пойду кушать вот кушать что сейчас посмотрим что придумать покушать и переодеться я там кушеварить начало у меня фарш оставался от это помните делала беляши вот я его поджарила вот так вот и сейчас отложу и на этой сковородке обжарю мелкие вот эти вот такой вермишель немного масла добавлю и обжарю вермишель вот так обжариваю чтобы она стала такой вот темненько поджаристой очень вкусно я такой вкусный вкусный потом когда обжарится добавлю воды и буду варить до готовности и за пять минут до готовности добавлю тот фарш может быть разобью яичко еще в общем сама выдумываю еще я там готовлю пирог добавила уже яйцо смотрите какое масло купила масло не соленая 82 процента жирности чем не в россии все по-русски написано а вы говорите испания мы в россии просто мы этого не знаю а еще вчера кисель варила а с ягодами вот так вот а вам не показала зато сегодня показываю смотрите как он уже поджаривается уже одна улица 22 градуса пока я гуляла на 6 даже на 7 градусов температуры повысила так ночью 15 16 градусов ты по загорал уже такой пришел деловой да да счастье мою пойдем чуть и да на печеньку короче сама ты вот ее ешь на она говорит собаки все ездят а сердечко это вкуснее да вот так вот блин все горит нафиг залила водой и пускай теперь варится прям на сковородке а я буду доделывать пирог это уже встала как ее как встала духовку уже включить включила сейчас все быстренько здесь перемешаю я добавила туда еще яйцо и сверху посыпала сыром и вот так у меня все получилось должно быть вкусно всем приятного аппетита пирог получился очень вкусный чем нам классный так что будем чай пить обезьянку видали кстати машина мужа он себе новый купил представляете такая же как моя перед моей прям поездка за день наверное мальчики чай ливень помните я вам рассказывала что он в аварию попал в него пиндякалась машина и вот страховая ему выплатила и он купил себе вот такую кстати машина лучше моей прикол вообще вот это моя я хочу это такую же то купил у него станировочная такая оси но единственный она нам а я на этом дизельном топливе то есть мало расходы бы на ки чарли бы новый я сайт но пасана да и кистами мария и чарли зашел в это будет я гордых его там оставлю за мужем убежал вообще моя на дизельном топливе а это на бензине то есть моя расходы меньше и дешевле бензин поэтому вот так будем ездить на дальнике на моей но моя и поновее чем это а так по виду не скажешь правда же крутая в общем мы едем в малагу у нас такая тоже традиция лотерейный билет там покупать один в общем муж покупает в гран в мадриде билет а я покупаю в малаге так вот распределили и вот у нас времени совсем мало и еще заодно посмотрим там на главной улице кайлариус очень классное освещение с музыкой со всеми делами поэтому мы едем вечером чтобы все это застать заснять и вам показать по магазинам прошвырнусь а вот так что вот такие у нас планы а а чарли у меня внутри я все переживаю что он это он внутри такая вот у него тачуля тоже citroen так вот это как говорится машина классная вообще конечно на со вторых рук это естественно вот но прям вообще шикардос я все смотрю на него ключи где у меня ключи а то что это у тебя есть от моей а у меня от твоей нету кто завидовал купил такую же прикол и чарли убежал ладно сейчас буду снимать вам красоту наконец-то доехали везде пробки в общем вот в таком вот киоске покупаются лотереи а вот я куплю какой номер а нет это в прошлом году было было видите какая очередь стоит 20 евро стоит вот куплю номер 48 мне нравится восьмерка мне этот номер и 4 тоже или 58 а и 88 есть какой уж купить и 48 все-таки наверно да да 48 куплю так вот мороз очередь вот такой обложечки дали мало галагаталока сумасшедшая кошка такой номерочек надеюсь что он нам принесет счастье счастье нет денег денег какой счастье в общем мы уже добрались сейчас сейчас 630 должно начаться там музыка красивое освещение в общем сейчас посмотрим народу конечно до хрена время 6 15 прям в общем мы прям как это приехали во время во время вот так все выглядит посмотрите сколько народу это вам не хуфры мухры надо сумку держать получше чтобы не сперли в общем друзья все ради вас ну и ради себя конечно очень интересно это главная улица маги клайка и лариус здесь и магазины идут все в общем сейчас будем смотреть музыку конечно и свою поставлю или поболтаю с вами я уже вся в предвкушение кстати мало гад нас находится в часе езды сто с лишним километров от нашего дома но по автотрассе быстро без пробок ну как без пробок до малаги без пробок а там небольшие пробочки очень быстренько доехали прогуляться лотерейку купить и совместить приятное с полезным в общем осталось пять минут вся в предвкушении нужно быть аккуратнее сумками потому что пока будем глазеть люди будут шархать по сумкам но у меня все схвачено и как все в 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Смотрите Дорога Все в огнях Ну как-то не видно Вот так виднее Видите Там, кстати, пляж Прям уже елка за елкой Буквально там пляж Море Так, а я пойду Мы идем к машине сейчас Нам нужно на ту сторону перейти И все Я купила себе шарфик такой Я вам дома его покажу Кстати, в Малаге Можно везде взять велик В аренду А также эти Господи На одной ноге-то они ездят Электрические Ну все сейчас на них ездят Эти нафиг На одной ноге-то Ну вы поняли, наверное, да? А там уже море Там порт Море Я жду сейчас Муж приедет Он за машиной пошел Вот А я тут, что здесь Автобусная станция Вот Самокат Электросамокат Вот ведь голову ломаю Думаю, ну как же Он залезла в гугл Перевезти? Ну пипец вообще Забыла Из головы Вылетела Так вот Русский Огурт и специи Разные Там для курицы И вот завтра Запеку в духовке С картошкой И кабачком Вот, но это все Увидите Пока батарейка Заряжалась Немножко Умылась Сходила В общем, вот такой сок Мы купили Пить так хотелось Морковно Апельсиновый Без сахара Больше всего просто Морковка и апельсин Я помню, в Москве Так упила В России Ну еще когда работала Когда жила там Мне он очень понравился Но этот какой-то Совсем не сладкий В Москве был послаще Может быть с сахаром Не знаю Вот пирог наш Моя ошибка была Что я ничем Не промазала Ни сливочным маслом Ни Ни Гаметной бумагой И он немного у меня Как бы Причпандорился То есть приклеился Так что на следующий раз Ну очень вкусный Блин, он просто Необыкновенный Надо коробку Достать из мусорки Ну я сортирую мусор Где там у меня Бумага В общем И Заметить Что это за смесь такая Волшебная Я по-моему в Лидоле покупала Вообще вкусный Необыкновенный Так Что еще Все Все Пойду монтировать Всего вам самого на лучшего Встретимся завтра Как всегда И всем Пока-пока